Ракомолочная железа 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 А суммарно сколько по времени проводился в рамках этого исследования? Согласно финальным результатам, при медиане наблюдения 31 месяц удалось выявить практически полное отсутствие выигрыша выживаемости без инвазивного заболевания, а также выживаемости без отдаленного метастазирования. У многих возникает вопрос, особенно в свете исследований МонархИ, когда бемоциклип показал эффективность при раннем гормонопозитивном раке молочной железы, возникает вопрос, почему так сильно различается эффективность препаратов. Несмотря на то, что число пациентов довольно схожее, включено в проанализированные сведения о довольно схожем числе пациентов, группы пациентов тоже достаточно похожие. Есть, конечно же, все-таки различия между препаратами, и данный фактор тоже не стоит отвергать. Также, безусловно, ни у кого не вызывает сомнения различия в биологии опухоли. Мы помним, что, соответственно, обемоциклип применяется без перерыва, палбоциклип с перерывом на неделю. Возможно, при ранней стадии заболевания, в отличие от метастатического процесса, нужно постоянное подавление клеточного цикла. Вероятнее всего, все факторы вместе действительно повлияли на результаты этих исследований. Позвольте также представить результаты достаточно крупного метаанализа четырех рандомизированных клинических исследований. На данном слайде представлены основные данные по этим клиническим исследованиям. Цель их была сравнить эффективность ингибиторов ароматазы против тамоксифена в комбинации с авариальной супрессией у больных ранним раком молочной железы в преми на паузе. И согласно результатам исследований удалось выявить, что ингибиторы ароматазы плюс авариальной супрессии в течение пяти лет снижают риск рецидива раннего рака молочной железы на 21%. У больных в преми на паузе. Однако мы можем увидеть, что по истечению уже пяти лет преимущества отсутствуют. Также удалось выявить снижение риска отдаленного метастазирования на 17% и отсутствие снижения смертности от рака молочной железы. Как и следовало ожидать, частота переломов костей была выше в группе пациентов, которые получали ингибиторы ароматазы. И в связи с этим результатом, учитывая все-таки повышение выживаемости без рецидивной, а также выживаемости без отдаленного метастазирования, считаете ли вы, что необходимо назначение ингибиторов ароматазы и авариальной супрессии у пациентов при раннем раке молочной железы в преми на паузе? Всем пациентам или же при наличии факторов риска? Голосование пока еще идет. Достаточно важные результаты. И там действительно была большая зависимость от наличия или отсутствия факторов риска у больных. Это крайне важный момент, на который мы должны обращать внимание при планировании подходов в одевантном лечении. Голосование сейчас, наверное, уже завершилось практически. Благодарю за участие. 14% проголосовали о том, что всем пациентам необходимо назначение ингибиторов ароматазы и авариальной супрессии в преми на паузе. И большинство, 86%, проголосовали за вариант при наличии факторов риска у больных ранним раком молочной железы в преми на паузе. Действительно, следующие результаты также помогут нам ответить на данный вопрос. Софт и текст исследования. Напомню, что в этих исследованиях изучалась роль... В исследовании софт пациенты были рандомизированы на 3 подгруппы, получали либо только лишь тамоксифен в течение 5 лет, либо тамоксифен плюс авариальной супрессии, либо эксимистан плюс авариальной супрессии. В исследовании текст сравнивались, соответственно, две последние подгруппы. То есть тамоксифен плюс авариальной супрессии, эксимистан плюс также авариальной супрессии. При медиане наблюдения 13 и 12 лет удалось выявить следующее. При низком риске, то есть более 95% пациентов достигали 12-летней выживаемости при назначении только лишь тамоксифена. Это были те пациенты с малым размером опухоли, при отсутствии поражения лимфатических узлов. Это были пациенты, которым не проводилась химиотерапия. То есть такой категории пациентов достаточно назначения только лишь тамоксифена. В очередной раз данный результат подтверждает эти сведения. А вот в исследовании текст в группе высокого риска пациенты, которые получали эксимистан плюс авариальную супрессию, было отмечено повышение 12-летней общей выживаемости на 3,3. То есть при наличии факторов высокого риска необходимо выбор более активной терапии. Позвольте перейти к результатам исследований по метастатическому раку молочной железы и разрешите начать с довольно интересного ретроспективного анализа исследований Монолиза 2,3,7, в ходе которого, напомню, исследовалась эффективность рибоциклевой гормонотерапии при распространенном гормонопозитивном раке молочной железы. В ходе ретроспективного анализа целью были проанализированы сведения, соответственно, корреляции между истинным потипом рака молочной железы и общей выживаемостью при назначении гормонотаргетной терапии. Соответственно, в исследовании использовался опухолевый материал, который мог быть либо из первичной опухоли, либо из метастатического очага. Далее исследовалось, соответственно, материал подвергался генетическому анализу при помощи молекулярного профиля ПМ-50. И что удалось выявить? В большинстве случаев, конечно же, были выявлены люминальные потипы, в 14, чуть больше, чем 14% случаев ХЕР-2 обогащенный, и в 3% базально подобный. При уже, соответственно, анализе общей выживаемости удалось выявить увеличение общей выживаемости при люминальных потипах, а также при ХЕР-2 обогащенном потипе. И единственная группа, которая не выигрывала от назначения гормона таргетной терапии, это, соответственно, базально подобный. Однако стоит относиться к этому результату с некоторой осторожностью, учитывая достаточно малую выборку пациентов с базально подобным потипом. В действительности это исследование доказывает предиктивную прогностическую роль генетического профиля, молекулярного профиля PM50, и также показывает, что все потипы люминальные в равной степени выигрывают от назначения гормона таргетной терапии. Также позвольте представить обновленные результаты исследований КИНО-355. Помним, что в данном исследовании изучается эффективность пембролизумаба в комбинации с химиотерапией против только лишь химиотерапии в первой линии распространенного трижды негативного рака молочной железы. И согласно обновленным данным, уже удалось опять же подтвердить, что кат-офф для назначения пембролизумаба является PD-LCPS 10 и выше. При более низком показателе смысла от назначения иммунотерапии, к сожалению, нет никакого. Позвольте также представить исследование НИМБАС, тоже по изучению иммунотерапии при метастатическом раке молочной железы. В этом исследовании изучалась роль двойной иммунотерапии ИПИРМУМАП плюс НИВЛУМАП при TMB-Хай метастатическом раке молочной железы. Соответственно, ранее мы помним, что еще в 2020 году пембролизумаб был зарегистрирован для всех новообразований при условии выявления высокого TMB. И, соответственно, в это исследование включались пациенты с TMB-9 и выше. При условии подтверждения метастатического ХЕР-2 отрицательного рака молочной железы пациенты могли быть не получали никакого лечения, либо до трех линий терапии, и также им ранее не применялась терапия ингибиторами контрольных точек. Пациенты получали, соответственно, НИВЛУМАП плюс ИПИЛИМУМАП до прогрессирования или неприносимой токсичности, или до 24 месяцев. Удалось выявить частоту объективных ответов у чуть более чем 16% пациентов на фоне терапии ИПИЛИМУМАП с НИВЛУМАПом. Что интересно, при условии TMB-14 и выше частота объективных ответов достигала 60%. Однако, конечно, выборки не очень большие, но действительно, это тоже очень интересное исследование, которое изучает именно ту подгруппу пациентов, которая наиболее может выиграть от назначения иммунотерапии при распространенном раке молочной железы. Также были сообщены сведения об увеличении медианы выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости при высоком TMB. По сравнению с TMB менее чем 14 мутаций на мегабазу. Позвольте также представить обновленные данные по исследованию Десни и Брайс-03. Помним, что исследование сравнивает Тростузумаб-другстыкан против Тростузумаб-эмтанзин у больных херд в оппозитивном распространенном раке молочной железы. И, соответственно, в ходе симпозиума были сообщены обновленные данные по выживаемости без прогрессивной выживаемости при метастазах в головном мозге. Соответственно, при назначении Тростузумаб-другстыкана медиана выживаемости без прогрессивной достигала 15 месяцев, при назначении Тростузумаб-эмтанзина всего 3 месяца. Отношение рисков 0,25. Действительно впечатляющие и очень обнадеживающие результаты, особенно для этой сложной категории пациентов. Частота интеркринеального полного регресса достигала почти 28% против 3% в группе Тростузумаб-эмтанзина. Таким образом, позвольте перейти к заключению. Во-первых, пембролизумаб в неодевантном режиме является новым стандартным лечением раннего трижнегативного рака молочной железы высокого риска. Надеемся, что и в России скоро также будет зарегистрирована данная комбинация для пациентов в неодевантном режиме и в одевантном режиме. При благоприятном прогнозе возможно назначение только томоксифенов у больных гормонов позитивным ранним раком молочной железы. Соответственно, при условии наличия факторов неблагоприятного прогноза возможно рассмотрение назначения ингибиторов ароматазы и евреальной супрессии. В первой линии терапии распространенного трижнегативного рака молочной железы при условии PD-L1-CPS10 и выше показано значение комбинации пембролизумаба и химиотерапии. Тростозумаб дырюкстакан значительно повышает выживаемость без прогрессирования и частоту интракраниального ответа при HER2-позитивном раке молочной железы с метастазами в головном мозге. Благодарю за внимание. И позвольте также вас, дискуссия продолжится в ходе формы «Белые ночи», которая состоится с 27 июня по 3 июля. Позвольте также вас пригласить. И разрешите также вам представить протокол клинической апробации. Уважаемые коллеги, позвольте представить протокол клинической апробации, проведение которой планируется в ближайшее время в медицинкологии имени Петрова. Название «Метод комбинированного лечения больных HER2-позитивным олигометистатическим раком молочной железы». Еще в прошлом году протокол был одобрен Министерством здравоохранения Российской Федерации. И на сайте медицинкологии вы также можете найти протокол клинической апробации. В исследовании планируется включение пациентов с наличием от 1 до 5 отдаленных метастатических очагов, один из которых имеет наибольший размер до 5 см в диаметре. Возможность полной иллюминации всех очагов в результате одного или двух сеансов стереотоксической лучевой терапии. Также важным критерием включения в исследование является, конечно же, это, безусловно, пациенты больные HER2-позитивным метастатическим раком молочной железы, которые уже получали токсан и тростозумаб в предыдущей линии терапии, отсутствие в анамнезе применения ТДМ, ЭКОК-01, отсутствие мутации в генах Берсея 1 и 2, и также возможно включение пациентов со стабильными метастазами в головном мозге. Безусловно, в исследовании также возможно включение пациентов с метастазами в других висцеральных органах и в костях. Соответственно, метод заключается в применении тростозумаба и метанзина через 24 часа после начала стереотоксической лучевой терапии. Возможно, соответственно, применение одного сеанса стереотоксической лучевой терапии. Далее зависит от локализации очага, и также введение тростозумаба и метанзина планируется 1 раз в 3 недели суммарно до 4 циклов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...